Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами заканчиваем изучение послания апостола Павла к Галатам. Шестая глава начинается следующим образом. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». О чем здесь идет речь? Дело в том, что в христианских общинах и древности, и современности существует одно большое искушение. Когда человек падает, мы не пытаемся исправить его самого с кротостью или с любовью. Мы скорее пытаемся его сломать, подстроить под себя, заформовать его так, как удобно лично нам, как мы себе его представляем. Это связано с тем, что у нас есть определенные претензии, как должен выглядеть тот или иной человек-христианин. Это бывает в семьях, это бывает между друзьями, знакомыми и даже чужими людьми. Христос предложил прекрасный способ общения в этом случае. Если кто-то тебя оскорбил, если против кого-то ты что-то имеешь, скажи ему сначала лично. Потом, если он тебя не послушает, призови двоих или трех, или одного, с собой вместе. Поговорите вместе все, решите эту проблему. Если же не послушает вас, повесь в церкви. Если церковь не послушает, то тогда будет тебе как язычник и мытарь. Посмотрите, мы иногда перепрыгиваем эти две этапы. Мы стараемся поведать церкви или общественности, вылить это все наружу, для того, чтобы человек под давлением масс изменился. Но так не происходит. Вообще, изменить мнение человека действительно искренне, серьезно, не на основе страха, очень сложно в условиях вот такого массового сразу напора. Во-вторых, когда человек, твой собрат, делает те или иные вещи, очень важно узнать у него, на основании чего он это делает, какие цели он преследует. Но, к сожалению, без вот этого упоминания апостола Павла, мы часто об этом забываем и впадаем в эти согрешения. Мы не пытаемся исправить другого человека, пытаемся его иногда закопать. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». О чем здесь речь? Слово «закон», «номос», оно вот только что фигурировало. «Закон Ветхого Завета», «закон», «закон», «закон Христов». Вы хотите исполнять закон? Исполните его. Чем? Носите бремена друг друга. Бремена — это тяжести друг друга, немощи друг друга, дурной характер друг друга и так далее и тому подобное. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Да, мы отвечаем исключительно за себя. И действительно, каждый должен испытывать себя. Об этом апостол Павел говорит и в послании к Оринфинам. Самоиспытание — это очень важный самоанализ, понять, в чем я не прав, а в чем я могу быть, наоборот, прав. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Здесь речь идет о том, что когда нас кто-то наставил, когда кто-нибудь нам дает наставление, зачастую это были, конечно, ученики апостола, делись с этим человеком, может быть, помоги ему, отблагодари его, и тогда ты не будешь чувствовать себя должником. Это все будет приводить меня к большему раскрытию во мне свободы. Вообще, очень важно, чтобы мы помнили о том, что любое состояние вот этого обреченности, несвободы, связанности, оно неблаготворно влияет на нашу с вами духовную жизнь. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье». Тоже очень важная и интересная вещь. Часто мы очень показываем красивое лицо, и очень часто мы действительно делаем добро людям внешним, для того, чтобы показать, какие мы хорошие христиане, или какие мы хорошие родственники, точнее, даже нет, какие мы хорошие вообще в принципе, среди людей внешних. А вот для своих, для своих родных, для своих друзей мы показываем то лицо, которое у нас есть, со всеми неприглядностями. Иногда можем оскорбить человека, просто зная, человек нас и так любит, стерпит, ничего страшного. Я даже не задумываюсь об этом. Нет, не такие, конечно, циничные мысли посещают зачастую нас. Но, например, святитель Иоанн Златоуст говорит, что не имеющий попечения о родных хуже неверного. Вот его мнение было таковое. «Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Итак, здесь нужно остановиться и сказать. Все окончания посланий пишет непосредственно апостол Павел, остальной блок, скорее всего, стенограф или секретарь апостола Павла. Это мог быть даже апостол Лука, например, или кто-то из спутников апостола Павла. В переводе епископа Кассиана Безобразова, а также в ряде других переводов, например, Андрея Десницкого, здесь будет следующее. «Видите, какими большими буквами написал я вам». То есть здесь перекликается этот текст, во-первых, он более точен в других переводах, более точно коррелируется с греческим языком, а с другой стороны он перекликается с тем рассуждением апостола Павла о своей болезни глаз, которая тоже находится в этом послании. Так вот, у апостола, видимо, воспаляются глаза, и он плохо видит, и поэтому пишет большими буквами. Апостол Павел противопоставляет свою проповедь о кресте и о Христе, проповеди неких врагов апостола Павла, которые хотят хвалиться в плоти последователей Христа, ну, чтобы они обрезались, сказать, вот, смотрите, сколько обрезанных. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, тем, которые поступают по сему правилу, мир и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не оттягчай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь». Вот так апостол Павел заканчивает свое послание. Самым главным текстом, самым главной идеей этого послания он имеет в виду именно вопрос обрезания, вопрос соблюдения закона Моисеева и отношений со Христом, и восприятия закона Господа Иисуса Христа. Поэтому и этим апостол Павел заканчивает свое послание. На это уделяет особенное внимание. Далее, чтобы читающий услышал этот рефрен, услышал это окончание, на это обратил свое внимание. Дорогие друзья, мы закончили с вами разбор послания апостола Павла к Галатам. Любое послание, любой текст Священного Писания достоин, чтобы его толкование занимало очень большие тома учебников, разных мнений, разных подходов к толкованию, текстологии, иссагогики. Все это вместе может родить действительно большой и широкий экзегетический материал. Здесь мы с вами вкратце обсудили главу, обратили внимание на какие-то основные темы этой главы. Я уверен, что если вам нравится чтение и изучение Священного Писания, мы с вами вместе будем находить все новые и новые смыслы, все новые и новые слои этого толкования, и Священное Писание будет открываться нам по-разному и все более и более глубоко. Храни вас и Господь, и молитвами с того апостола Павла донаследуем мы разумение изучать Священное Писание. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok